МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке Конституции Российской Федерации. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля. Однако в связи с большим количеством поступающих предложений срок отбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта. Ранее спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума может 10 марта рассмотреть президентский законопроект во втором чтении. Новые возможности в системе подготовки специалистов для работы в нефтяной отрасли появятся у жителей Заполярья. Накануне в МГУ имени Ломоносова был подписан меморандум о создании научно-образовательного консорциума «Вернадский и Ненецкий автономный округ». Подписи в фундаментально значимом документе поставили глава региона Александр Цибульский и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Одна из основных целей — создать на базе окружных ССУЗов отдельное направление по подготовке квалифицированных работников для компании нефтегазового комплекса. Химический факультет МГУ по праву считается одним из сильнейших во всем мире. Сегодня здесь обучаются около двух тысяч студентов. А в скором времени знания, уникальную методику и опыт начнут передавать преподавателям средних учебных заведений из Ненецкого округа. Между региональной администрацией и ведущим вузом страны подписан меморандум о создании научно-образовательного консорциума «Вернадский и Ненецкий автономный округ». Документы о сотрудничестве бессрочные, предусматривают работу по двум основным направлениям. В рамках консорциума будут отрабатываться два основных направления. Первое – своего рода продолжение уже действующего проекта «Роснефть-класс». Планируется ввести профессиональную переподготовку учителей, которые готовят воспитанников этих классов к поступлению в профильные вузы. Второе направление – создание при поддержке МГУ на базе окружных СУЗов отдельного направления по подготовке специалистов для работы в компаниях нефтегазового комплекса. Кроме того, создание консорциума даст старт научному изучению территории Ненецкого округа с точки зрения перспектив дальнейшего промышленного освоения месторождения углеводородов. Для этого МГУ в сотрудничестве с бизнес-сообществом, представляющим интересы геологоразведочных и нефтедобывающих компаний, намерено создать специальную геоинформационную платформу, которая позволит изучить перспективы социально-экономического развития региона. Губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский провел рабочую встречу с главой Канецкого сельского совета Галиной Варнициной. Речь шла о перспективах развития муниципального образования его административного центра села Несь. В первую очередь глава муниципального образования отметила Несь одной из самых крупных сел в составе Ненецкого округа. Согласно демографическим данным, можно говорить об устойчивом сохранении численности населения. Так, в 2019 году в селе родилось 26 детей. Далее Галина Варницина перешла к вопросам транспортной инфраструктуры муниципалитета. Она отметила, что для жителей населенного пункта крайне важно организованное в последние два года регулярное авиасообщение с Архангельской областью. В Мизень практически половину календарного года с июня по октябрь выполняет пассажирские рейсы на Ринмарский авиаотряд. Это позволяет жителям по приемлемой стоимости и при недлительном перелете добираться в Архангельск. Таким образом, в разговоре с губернатором глава муниципального образования обсудила вопросы развития внутрипоселковой дорожной сети, представила концепцию перспективного развития муниципального образования Канинский сельсовет во всех сферах его жизнедеятельности. Все предложения будут направлены в профильные ведомства для их детальной разработки, сказал Александр Цыпульский. Презентация книги «Судьба солдатские» состоялась в окружной библиотеке. Это второе дополненное издание. В него вошли истории воинского и жизненного пути 101 жителя деревни Антик. Петр Хабаров, председатель регионального общественного объединения «Андикское землячество», вместе со своей супругой Светланой собирал материалы о земляках, вставших на защиту Родины в тяжелое для страны время. За эти два года кровотливой работы, сбора документов и воспоминаний набралось так много материалов, что было принято решение издать книгу. Идею поддержали и власть, и общественность Ненецкого округа. А проект получил финансирование в рамках конкурса грантов для социально ориентированных НКО. 549-ти классников Ненецкого округа справились с итоговым собеседованием по русскому языку. Тест для учеников 9-х классов проходил в Ненецком округе 12 февраля. Это своеобразный допуск выпускников государственной итоговой аттестации. Положительное прохождение собеседования является обязательным условием для допуска выпускников государственной итоговой аттестации. Итоговое собеседование по русскому языку включает в себя 4 задания. Их оценивают по 20 критериям. Из 555 выпускников, принявших участие в экзамене, зачет получили 540. 15 школьников получили неудовлетворительный результат. 11 не явились по уважительной причине, а у 13 уже был действующий зачет с прошлого года. Выпускники, которые не явились на собеседование по уважительным причинам или получили незачет, могут пройти собеседование повторно. Для этого установлены дополнительные сроки 11 марта и 18 мая. Сроки реагирования на сообщения жителей региона, поступившие на портал «Народный контроль», сокращены с 5 до 3 дней. Об этом в ходе расширенной планерки при главе региона сообщил Михаил Васильев. Он представил статистику обращений, которые поступили на платформу в 2020 году. «Поступило в этом году уже 189 обращений. Основные жалобы о том есть слайд. Это плохая уборка снега, отсутствие дорожных знаков, повреждения, вывоз мусора. По вашему поручению мы сократили сроки реагирования до 1, 2 или 3 дней. Эта информация доведена и до муниципалитетов, соответственно и до органов власти». Кроме того, в ходе расширенной планерки шла речь об убойной кампании. В этом сезоне оленеводческие хозяйства округа заготовили порядка 1265 тонн мяса, забили 42 тысячи оленей и перевыполнили план на 9%. Превышение плановых показателей произошло за счет сельхозкооператива в Заполярье, Ижимский оленевод и Рассвет Севера. Определены лучшие баскетболисты этого сезона. Во дворце спорта «Норд» прошел региональный этап чемпионата Кэсбаскет. В финале за звание лучших и поездку на финал СЗФО боролись команды юношей и девушек из 4-й и 1-й городских школ. Всего в отборочных соревнованиях приняли участие 24 команды из 14 общеобразовательных учреждений округа. Третье место среди команд юношей в напряженной борьбе все же досталось игрокам из школы номер 3. У девушек бронзовыми призерами стали баскетболистки из села Нейс. Первое и второе место разыграли между первой и четвертой школами. После упорной борьбы вперед все же вырвалась команда школы номер 4. Итоговый счет 33-28. В финальной игре среди юношей с большим преимуществом победу одержала также команда школы номер 4. Таким образом, на финал Северо-Западного федерального округа, который пройдет в городе Псков, с 17 по 21 марта отправятся игроки команд школы номер 4. В спорткомплексе «Лидер» прошла традиционная спартакиада для людей пожилого возраста. Согласно региональной программе, состязания для пенсионеров проводятся 4 раза в год. На этот раз они приурочены ко Дню защитника Отечества. Участие в спартакиаде принимают женщины от 50 лет и мужчины от 55. В спартакиаде среди людей пожилого возраста это скорее не спортивное состязание. Хотя здесь, как и в большом спорте, за лучший результат участники получают медали и грамоты. Для большинства, кто приходит сюда, это возможность встретить друзей и пообщаться. Надо добавить, что в Ненецком округе реализуется государственная программа «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография», благодаря которой пенсионеры имеют возможность бесплатно посещать спортивные учреждения для занятий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!